Я начал дешевку по 3 копийки, по 5 ендача брать и там. Как я стоял в очереди на почте, вот за вот этой марочкой. Блин, черта за маркою довольно велика. Как бы не марки, они бы закрылись бы нахуй. Привет всем зрителям и подписчикам канала Фартовый коллекционер. В этом выпуске я покажу вам, как я стоял в очереди на почте, вот за вот этой марочкой. Русский военный корабль, всё. Всё, сегодня пришла наконец-то посылка от Укрпочты. Довольно, кстати, нормально выглядит. К сожалению, к некоторым эти конверты пришли уже мятые. Мы распакуем этот конверт. И, как вы знаете, сейчас проходит конкурс. Мы разыграем вот эту вот монету, вот этот жетон. Русский военный корабль, едино. Среди всех моих спонсоров, как только нас будет 50, вот этот жетон, магнит и конверт с подписью от Александра. Лавка удовольствия от меня, вы видели в прошлых видео. Я разыграю среди своих спонсоров. Ну что ж, давайте переходим к распаковке. Довольно легко распаковывается. На самом деле конверт довольно прикольный, стильный. И сразу видим, что тут у нас уже край. Если это марка, то он помялся. Сейчас мы все узнаем. Открываем. Нет, это не марка. Это несколько конвертов, чтобы можно было их разыграть и к ним лепить марки. На самом деле конверты довольно сами по себе редкие, потому что у них тираж всего 1 миллион штук. Вот так у нас это указано. 1 миллион штук. А марок 5 миллионов. Кстати, друзья, значит, как мы сделаем? Мы разыграем один конверт с подписью Александра. Лавка удовольствия моей подписи. Вот сзади еще есть такой конверт. И полностью не заполненный. С магнитом и с вот этим жетоном. Это вот будет подарок кому-то из спонсоров. Вот такие конверты у меня еще остались. Что-то подумаю, что с ними сделать. Может быть на них марку наклею. И вот мы видим марка. Это, к сожалению, не международная. Потому что мы по цене уже видим, что это по Украине. И F, как вы видите, в хорошем состоянии. То есть не помялось. Спасибо им на этом, что в этом конверте все ок. Свой первый блок я разместил вот так. Конечно, те марки мне дались гораздо сложнее, чем вот эти. Потому что пришлось отстоять в очереди за ними целых 8 часов. И сейчас вы услышите небольшой комментарий, почему так долго работает Укрпочта. Не потому, что у них всего две кассы, которые выдавали эти марки в главном отделении Львова. А есть другая причина. На самом деле виноваты только вы, люди, которые приходят на эту почту и создают очередь. Давайте послушаем. По поводу Укрпочты и как они работают, недавно был на благотворительной встрече стендаперов тут во Львове. Давайте покажу вам небольшой фрагмент. Довольно интересно пошутили ребята. Вы нормальные люди, есть новая почта. Я не знаю, как бы ни марки, они бы закрылись бы нахуй. Потому что если ты желаешь отправить что-то в Укрпочту, ты не любишь эту человеку. И я для меня подарок для тебя, держи. И он такой, дякую, через 30 лет. И они изменили, они сделали новый репрендинг. И там было написано новый слоган в них. Укрпочта, умеем удивлять. Я думаю, так собі слоган, блядь, для Пошти. Ну, есть... Ну, есть слоган на новую Пошту. Доставляем у свой час, ну и все нормально. И ты такой, ну, это Пошта. Укрпочта, умеем удивлять. Ну, я таки, у цирку побачив, я таки, беду. У Пошта. Как это выглядит, умеем удивлять. Ты приходишь, можешь на посылку, они говорят. Посылку мы втратили, але на подверье народились кошенята. Да, заберите. И ты такой, нахуй здивували, я таки, что? Значит, нормально. Потом ты у другой день приходишь, говоришь, где моя посылка? Они говорят, да где моя посылка? Кто ответит? Я таки, снова удивили, блядь, правильно? Потом снова приходишь, ты такой, знайшли посылку? Они такие, так. Я таки, я бачу, через 30 лет. Они говорят, мы просто любим свою работу, держи. Ты такой, я очень благодарю. Блин, черка за маркою доволевал и ка-то, блин, а то все черка. Стоять в очереди было довольно сложно, потому что долго и мы с утра стояли с 10 утра. И марку получили уже под конец рабочего дня. Это ближе к 8 часов полвосьмого вечера. Ну, при этом может было бы классно пообщаться с разными людьми, посмотреть вот на такой замечательный стенд, на котором представлены все вот эти вот конверты с марками, с погашением из разных регионов. Довольно прикольно, круто сделали. Если честно, когда я, мы выставили всю очередь марок с W международных уже не оказалось. Выдавали по два вот таких вот блока, можно было купить. Мы взяли их по 69 гривен. Что еще вот я хотел вам сказать. На самом деле организация просто отвратительная была. Кроводу людей. Людей дуже богато. Реально деколька черк у Львова стоит. Мало, всего две кассы работало. И при том объеме людей, конечно, поставив бы 5 человек или 10 человек столов, где продаются эти марки, гораздо быстрее можно было это все отпустить. При том, что это уже вторая марка. Реально уже был опыт этих очередей на почте. Но, друзья, в любом случае мы понимаем, что для Украины этот символ означает. Я желаю, чтобы мы не пускали руки, верили в победу и делали все по максимуму для своей страны. И хотел еще сказать, что в очереди были не только люди, которые хотели заработать на марке или просто оставить, а настоящие коллекционеры. Давайте покажу вам сейчас такого. Когда эта коллекция была, в каком году? Я набирал, я не знаю уже, я обеспечивал Олимпиаду 80, и там я начал дешевку, по 3 копейки, по 5 копейки, и я начал брать там. Был сержант такой у меня, говорит, у меня батько знімается золотыми монетами, значит, серебряными, берите. То будет дефицит страшный. А тогда, когда Олимпиаду Московскую блокировали немного, Америка, никто не приехал, и они выкинули золото подешевки. И все туристы брались в ужас. И наши. Хотя бы чем-то приманить, золото, сребло. То что вы, обувь такая была, самовары, тоди ж были самовары редкость. Там самовары стояла, вот черга, как мы стоим. И что мне понравилось в Москве, что сколько будут стоять, столько будет товаров. Не скажут, кончилось все. И там столько будут давать, чтобы магазин, чтобы черга закончилась. Кончилось чергу, и все. А ну полистайте, что тут еще какие. О, такие есть. А какая тут самая? Египет, что там? Да, видишь, Египет. Да нет, Сирия, господи. Сирия. Сирия. Какие космонавты все? Да, космонавты. Сейчас. 10 копеек, он бачит. 10 копеек. Я живу, что я брал по 5 копеек. Вот это круто. А это прям такой блок. Да, это блок прям. И дорогие, 25 копеек за штучку. Да, ну да. И сколько такая коштула, как вы ее знали? У меня их штук 10 было. Брал блоком. Вот таким. А сейчас, он россиянин, не берут. Да, сейчас такая история. Так что тут надо угадывать. Угу. Ну, дали просто космос. Тут все космос. Я подобрал, так думаю, авось. Я думаю, может, кто такие специальные альбомы. У меня есть. Все братишки. Специальные по Олимпиаде. Друзья, если вам понравился этот ролик, пожалуйста, поддержите его лайком. Также подписывайтесь на канал. Напишите в комментариях, удалось ли вам достать такую марку, если она у вас в коллекции. И если есть, то в каком формате, международная или по Украине. Ну что ж, всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...